Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Ахлопкова Елена Ивановна, я учитель начальной класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 25. Сегодня я хотела бы представить вам свой педагогический опыт по использованию здоровоизберегающих технологий на уроках в начальной школе как средство повышения качества обучения. На формирование моего педагогического опыта оказали влияние изучение научной литературы в области здоровоизбережения, изучение опыта коллег и, собственно, опыт в течение первого года педагогической деятельности. Согласно определению Семерной организации здравоохранения, уровень здоровья является одним из основных показателей реализованности страны. В отношении образовательной среды это особенно важно, так как в ней не только значительная часть жизни протекает современного человека, но и в значительной степени формируется здоровье подрастающего поколения. Чтобы сохранить это богатство, необходимо прикладывать определенные усилия. В данный момент все очевиднее становится проблемой сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Процентный вклад факторов, обуславливающий здоровье человека, распределяется следующим образом. Вы можете это увидеть на слайде. Что мы видим? Мы видим, что большая часть, большая значительная часть уходит на образ жизни, то есть 50% приблизительно, 50-55%. Исследования авторов свидетельствуют о том, что уже 25-30% младших школьников приходят в первый класс с определенными отклонениями в здоровье. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации у 10 августа 2017 года по порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, Всероссийская комплексная оценка состояния здоровья позволяет отнести им каждого ребенка к следующим группам здоровья. В настоящее время, по данным НИИ Гигиена детей и подростков, наполняемость первой группы здоровья в среднем по России не превышает 10%. В отдельных регионах превышает 3-6%. За последние 10 лет во всех возрастных группах произошел стремительный рост числа функциональных нарушений, приблизительно в полтора раза увеличился. Стремительная наполняемость второй группы здоровья в среднем возросла с 20 до 35%. В школьном возрасте максимальное количество отклонений возникает в сердечно-сосудистой системе и уровне зрения. В среднем по России отмечается стойкая тенденция к росту числа хронических заболеваний своих детей и подростков. Наполняемость третьей группы все больше возрастает. Во второй колонке приведены данные по моему классу. Особое профилактическое значение имеет выделение второй группы здоровья в моем классе до 79% человек. Поскольку функциональные возможности детей и подростков, принесенных к этой группе, снижены и при отсутствии медицинского контроля необходимого, увеличивается вероятность того, что функциональные нарушения этих детей могут перейти в хронические патологии. Забота о сохранении здоровья обучающихся важнейшей обязанной школы, отдельного учителя, педагогического коллектива и, конечно, самого ребенка. Здоровье — основа формирования личности. И в этой связи уместно привести слова великого педагога Сухомлинского. Опыт убедил нас в том, что у более 85% детей, не успевающих, главной причиной является ухудшение здоровья или плохое самочувствие. Работая первый год, я столкнулась с рядом трудностей, которые представлены на слайде, и у меня возникла необходимость повышения эффективности образовательной среды и постепенное устранение или преобразование найденных мной противоречий, выявленных мной противоречий. Основной проблемой стало недостаточное обращение внимания на здоровье обучающихся, на формирование правильной системы ценностей, мотивов, установок, ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. Анализ этой проблемы позволил определить необходимое создание системы по охране и укреплению здоровья школьников через использование здоровье-изберегающих технологий. Как сказал профессор Свердлов, здоровоизберегающая технология, система мер по охране и укреплению здоровья, учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, условия жизни, которые непосредственно влияют и воздействуют на здоровье ученика. Термин здоровоизбережения стал в современной педагогической литературе общепринятым. В отечественной практике сохранение здоровья детского коллектива одним из первых примеров, если не самым первым, можно считать опыт Павловской школы, руководителем которой являлся Суховлинским. Вплоть до 80-х годов здоровье-избережение в образовательных учреждениях строилось на основе трехкомпонентной модели. Значимость определения стратегических задач в основе своевременного осмысления проблем укрепления здоровья молодежи для будущей жизнедеятельности в условиях образовательных учреждений раскрыта в работах Пашлаевой, Веленского и Виноградовой. Ученые специалисты в области изучения здорового образа жизни, здоровье-изберегающих технологий, палеологического воспитания уделяют большое внимание вопросам положительной мотивации человека на ведение здорового образа жизни, повышение физической активности и использование средств физической культуры и спорта. В то же время проблема формирования индивидуального опыта здоровья-избережения обучающихся в образовательной школе недостаточно раскрыта. Целью моего педагогического опыта является формирование обучающихся понятия здоровья во всех его спектрах биологическом, социальном, духовном, а также в гармонии взаимодействия с природой и социальной средой. Через организацию учебно-воспитательного процесса на основе здоровья-изберегающих технологий. На слайде вы можете ознакомиться с задачами, которые я поставила. Центральная идея педагогического опыта является системно-деятельностный подход обучения. Акцент на обучение через практику, продуктивную работу обучающихся в малую группу. Здоровье-изберегающие технологии предполагают построение учебного процесса, в котором наряду с достижением запланированного результата обучение сохраняется и восстанавливается физическое, духовное и социальное здоровье обучающихся. Работу в области здоровья-избережения я начала с цикла бесед с родителями первоклассников. Я и мой ребенок, облегающий технологии в школе и дома, режим дня, режим правильного результата обучения, родители помогли выявить некоторые причины, которые могли бы повредить за собой школьные болезни. Это несоответствие высоты школьных столов и студий, несоблюдение детьми режима дня и правильного питания. Причины были не только выявлены, но и были найдены пути решения. Родители организованно помогли в соответствии с нормами и правилами, ориентируясь на рост партии, установить парты и столы. Также обратили внимание на важность горячего питания в школьной столовой. И мы вместе с родителями стремимся к тому, чтобы дети соблюдали режим дня. Также принимаем активное участие в физкультурно-оздоровительных и школьных терапевтах и образовательных со здоровьем. Важная составная часть здоровья, сберегающая работы школы, это рациональная организация урока. Комфортное начало и конец урока, что обеспечивает положительный эмоциональный настрой и активизирует работу головного мозга. В своей педагогической деятельности я достигаю это с помощью кинесологических упражнений Аллы Леонидов и Сиротюк и дыхательной гимнастики Александра Николаевна Стреленко. Нам здесь не больше всего нравятся упражнения шаги и сова, потому что они очень забавны. Большинство учащихся начальных классов, к сожалению, не умеют правильно дышать во время выполнения мышечной нагрузки. Неправильное дыхание приводит к нарушению сердечно-сосудистой дыхательной системы, снижению высышения крови кислородом, нарушению армена веществ. Также необходимо обратить на правильное построение урока в рациональном режиме. То есть это 3-5 минут вырабатывания идет, 10-15 минут наибольшая работоспособность. Здесь я применяю логатмические упражнения, пескульт-минутки и сужер-терапию. Кроме того, использую зрительную гимнастику по комплексу Владимира Филипповича Базарова. С остальными можно ознакомиться на слайде. Говоря о результатах своей педагогической деятельности, можно увидеть заметное снижение количества уроков, пропущенных детьми по болезни. За последние, получается, 2,5 года. Также уровень самооценки обучающихся наиболее адекватен в настоящее время, исходя из того, что было в первом классе, то есть большинство детей были с низкой и сниженной самооценкой. Так как успешность обучения находится в прямой зависимости от здоровья обучающихся, можно заметить положительную динамику и стабильно положительные результаты. Кроме того, возрастает уровень школьной мотивации обучающихся. Можно прислать, пожалуйста. Это наши туборческие работы. Ну, закачивай тоже. Сейчас, секундочку. Это трудности, с которыми я столкнулась. И можно предыдущий слайд, пожалуйста. Предположительная, то есть ожидаемый результат у ученика на протяжении моей педагогической деятельности. То, что они научатся, что сумеют, как они будут действовать. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Можно вопрос? А вы как бы не ведете здоровый образ жизни? Какие-то наблюдения индивидуальные? Ну, у каждого человека, у ученика, у вас такая большая тема, вы пытаетесь там домашнее задание, все из строения, все учитывать? Ну, я, допустим, записываю результаты каждого ученика в его портфолио. У нас есть специальный листок, который я туда заношу результаты. Приходя, допустим, на это церковь собрания, каждый родитель может ознакомиться с результатами своего ребенка, то есть его динамикой. Спасибо. А какие динамы? Ну, то есть, допустим, те, которые я использовала, это мотивация, то есть основные такие мотивация, самооценка, успешность, изучение. Ну, помимо этого, конечно, есть еще ряд психологических факторов. Мотивация к чему? К обучению. Пожалуйста, еще вопрос. Вот вы говорите, что у вас в детей повысилась самооценка. Это, я так понимаю, что в результате использования здоровья и двигающих технологий повысилась самооценка. Да. Вы на основании человеку, который бы сделал? Я исходила из такой, так скажем, сделала модель, которая, по крайней мере, работает. То есть, самооценка, взаимоследие самооценки, мотивации к обучению, здоровье и качественного обучения. То есть, это вы сами так и решили, что оно такое? Я решила попробовать. Провести исследование. Не могу. Спасибо. Еще вопросы? А вот тема же очень серьезная и глобальная. А вот взаимодействие с какими? Ну, прежде всего, с педагогом-психологом. Вот в какой части и что именно педагог-психолог, так сказать, ну, какую репту вносит в вашу систему? Вот. И оценивание результата есть-нет, и процесс работы с педагогом. Педагог-психолог помогает мне непосредственно с психологическими методиками. То есть, даже мотивация, самооценка, сама я пока не справилась, так скажем. Поэтому я прибегала к помощи педагога-психолога. Более квалифицированного человека в этом плане. У вас какой класс сейчас? Сейчас третий. Вы на протяжении двух метров работаете? А вы выпускали уже класс? У меня получилось так, что я пришла первый год работать, и у меня был четвертый класс. Собственно, когда я говорила о первом вводе своей педагогической деятельности, я имела это в виду. Спасибо. Спасибо. Все.